Так, сегодня у нас 7 октября 2019 года и тема моего выступления Япония – страна перемен. Дело в том, что многие, побывав в Японии, думают, что это вот то, что они увидели, так это всё и остаётся. И апеллируют к тому, что Япония – это традиционная страна, страна традиций. Вот вообще применитых порядков, что там работает какая-то система. Или у многих даже наших заокеанских братьев в Америке складывается такое впечатление, что страна Япония – это такой большой муравейник, где вот эта система так вот отлажена с древних времён. И то, что они видят, когда приезжают в Японию, то вот такое имеет очень жёсткое и большое основание. Но с высоты моего опыта проживания в Японии и изучения Японии, я могу сказать, что Япония – это страна перемен. Здесь очень много перемен. И вообще японцы видят в переменах как бы такое добровольное гарантирование себя от различных проблем, которые могут случиться, всё равно случаться в вашей жизни. Так что лучше уж как-то контролировать свою жизнь и как-то уже самому планировать перемены, которые должны в ней произойти. Поэтому умные японцы всё время всё меняют. И в последнее время у нас вообще, ну поскольку я живу постоянно сейчас в Японии, и как бы больше время наблюдаю, больше время провожу за наблюдением, а не за участием вот в этой вот конкурентной борьбе, то я наблюдаю, что очень много перемен, очень много перемен. Но на каком примере, ну скажем, вот всем известный контент суши, который все вновь привыше в Японию, обязательно должны пойти посмотреть, что такое японское вот это вот суши, который вертится, и вы сидите и кушаете, берёте тарелочку. Вот это вот у нас контент суши в нашем городе. Такие контент суши в основном вот от две компании. Это Капа Суши и Кура Суши. Кура Суши сейчас очень известная в Америке. Кайша фирма, которая уже запустила 22 ресторана во всей Америке и планирует в ближайшее время запустить 129 функционирующих ресторанов. Также Кура Суши добилась того, чтобы её акции были ликвидны, и шёл торг на них на такой площадке, как NASDAQ. Ну, это электронная версия фондового рынка. Но те, кто связаны с программированием и системным администрированием, понимают, что эта электронная версия, конечно, никак не может быть объективной. Но также не может быть объективным и моё выступление. Да, всё-таки я сужу о Японии со своего опыта жизненного и со своей шкалой ценностей. Поэтому вот это вот Кура Суши и Капа Суши постоянно меняют всё. То есть, если два года назад вы могли бы прийти и увидеть совершенно одного стиля постеры, и даже сидения были другие, могли бы выпить алкоголь какой-то, то сейчас всё это поменялось. Алкоголя минимум, пива только зеро. И также, если буквально год или два года назад можно было покушать, скажем, карри, это такая, из Индии пришёл этот соус карри, который японцы очень любят и употребляют различные варианты с рисом, а также любят начинять хлеб. И получается, ну не хлеб, а такие пирожки с соусом карри. И вот такие пирожки с соусом карри были в этой Куразуши, но сейчас вы их не найдёте. Зато найдёте, а также, если бы пять лет назад в эту Куразуши зашли бы, то совершенно другие бы крутились тарелочки. Сейчас тарелочки с крышечками крутятся. Кроме того, если бы буквально, ну, вот мы были в этой Куразуши две недели назад, и на верху этой тарелочки не было каких-то аппликаций, и вот мы вчера съездили в эту Куразуши, и там была аппликация наверху этой крышечки. То есть очень-очень много изменений. Также и цены также меняются в этой же Куразуши. То есть если раньше вы за эти 100 йен могли бы ответить, действительно хорошую, ну, так это, действительно хорошую, скажем, красную икру, то сейчас цены повышаются, и уже спокойно 100 йеновая, мисе 100 йеновый ресторан, но тем не менее уже половина цен 200, 300, а то и 400 йен с вас возьму. Вот, ну, всё предусмотрено, всё продумано. Также меняется и Ка Пасуши. Мы тоже вот были недавно в этой Ка Пасуши. Буквально год назад в этой Ка Пасуши нам на экранчик такой маленький телевизор Ка Пасуши выходило меню на английском языке, и даже на каких-то ещё языках, по-моему, на китайском и на корейском. Но сейчас отменили вот этот multilingual портал, и foreign language нету, только на японском. Ну, не знаю, будут ли перед самой Олимпиадой изменения такие, что опять вернут вот в меню эту опцию, что вы можете прочитать всё на английском языке и заказать всё без помощи гида-переводчика японца. Ну, пока вот я даже сама здесь живу 10 лет, и вообще всё перевели на японский, такое жёсткое меню с иероглифами, даже не утрудились написать хироган или катакан. То есть явно имели в виду то, что если какой-то иностранец заглянет в Ка Пасуши, то он должен иметь с собой обязательно какого-то японца-проводника, да, то есть или гид, или тот, кто вас пригласил в страну, или переводчик. То есть таким образом, ну, какая-то гарантия того, что иностранец будет сам себя вести по правилам, потому что уж японец-то не допустит никаких правонарушений, ну, и в отношении этого иностранца тоже не будут проводиться.